Привет! С вами Ольга и вы на канале Здоровое Питание. А герой дня у нас сегодня обычный картофель. И соответственно все блюда будут из него. Первое блюдо, которое хочу вам показать, вариация на тему драников. Если быть точнее, большой драник без обжарки в масле. Набор продуктов классический. Картофель, яйцо и репчатый лук. Чищу сырой картофель и натираю на мелкой терке. Заливаю холодной водой, добавляю соль и оставляю картошку на 10-15 минут. После воду с картошки сливаю через душлаг, но не выливаю ее. Натертый картофель хорошенько отжимаю, а воду оставляю минут на 10, пока внизу не появится хорошо заметный слой картофельного крахмала. Полукольца репчатого лука также заливаю холодной водой. Эта манипуляция позволит удалить горечь. Лук вымачиваю также примерно 10 минут. После хорошо отжимаю и нарезаю как можно мельче. Теперь объединяю все компоненты. Отжатый картофель, нарезанный лук. Картофельную воду аккуратно сливаю, так чтобы сохранить крахмал. И добавляю крахмал картошки и луку. Для вкуса и цветовых акцентов положу немного мелко нарезанного зеленого лука. Разбиваю одно яйцо и все хорошо перемешиваю. Перекладываю картофельную смесь на хорошо разогретую антипригарную сковороду. По желанию, можно предварительно смазать ее каплей оливкового масла. Распределяю картошку по всему диаметру сковороды, так чтобы драник был ровным. Огонь убавляю до минимума и готовлю драник под крышкой. Примерно 6-7 минут с каждой стороны. Если хотите более хрустящую и золотистую корочку, то нужно еще примерно по минуте обжарить драник с каждой стороны уже без крышки. Пока драник готовится, до вас будет доноситься очень волнующий аромат жареной картошки. Да и на вкус он вас порадует. Снаружи хрустящий, а внутри очень мягкий. Я сегодня к дранику подала мягкий творог и посыпала укропом. Отличное сочетание, мне очень понравилось. Либо можно традиционно подать драник со сметаной. Далее я покажу вам очень вкусный соус и его применение. Хоть он и из экзотической перуанской кухни, но готовится просто. А его главный ингредиент кеноа, очень полезный. Рецепт я подсмотрела в блоге торгового представительства Перу в Москве. Там же можно прочитать подробнее о перуанских продуктах. Ссылку оставлю в описании. Ведь кухня Перу сейчас невероятно популярна, потому что это не только вкусно, но и основано на принципах здорового питания, что нам подходит. В перу кеноа все равно, что наша гречка, самый популярный злак. Много белка и нет глютена. Одни плюсы. Свой выбор я остановила на кеноа от компании продукты 22 века, которая является прямым импортером из Перу, а значит можно доверять качеству этого продукта. Итак, для соуса беру белую кеноа. Хорошо промываю под проточной водой. В сотейнике нагреваю воду из расчета 2 к 1 и выкладываю кеноа уже в кипящую. На несильном огне под крышкой варю кеноа примерно 15 минут. За это время вода полностью выкипит. Готовую кеноа вилкой немного распушаю. Смотрите какая она, крупинка крупинки, ничего не переварилось. Отставляю кеноа в сторону, чтобы она немного подостыла. В это время достаточно мелко нарезаю головку репчатого лука и пассерую лук на оливковом масле вместе с измельченным чесноком. Огонь не сильный, чтобы ничего не горело. Через пару минут пассеровки в сковороду добавляю хлопья дробленого чили, можно взять красный молотый перец. Еще пару минут и лук станет достаточно мягким. Снимаю с огня и даю немного остыть. Все ингредиенты выкладываю в блендер. Вареную кеноу пассерованный лук, сыр фета, добавляю молоко и соль, ведь ранее я ничего не солила. И довожу до однородного состояния. Готовый соус переливаю в стеклянную емкость, в которой можно хранить его в холодильнике несколько дней. И еще чуть ранее я отложила столовую ложку готового кеноа. Добавляю в соус. Целые крупинки кеноа придадут соусу более интересную текстуру. Соус буду подавать к вареному картофелю. Чтобы быстро и легко очистить картофель вареный в мундире, на сырой картошке делаю неглубокий надрез по всей окружности. Далее картошку в мундире варю как обычно, при слабом кипении без добавления соли до готовности. Готовый картофель перекладываю в емкость с холодной водой на 1-2 минуты. После остается лишь аккуратно снять кожицу, раздвинув ее в разные стороны от надреза. Картошку я порезала на дольки, дополняю соусом из кеноа и посыпаю зеленью петрушки. Полноценное, очень сытное и вкусное блюдо. Душистая, рассыпчатая, горячая картошка и очень интересный, нежный и пикантный соус. С мягкой остротой от чили и лука и очень интересной текстуры, когда встречаются целые крупинки кеноа. Следующее блюдо для любителей жареной картошки и чипсов. Хорошо промытый картофель я не чистила, насаживаю его на деревянные шпажки. Меня очень заинтересовал способ приготовления картофеля в виде спирали. Приспособления для специальной нарезки спиралью у меня нет, поэтому буду как-то делать сама. Спиральные надрезы на картошке можно сделать при помощи ножа, но, к сожалению, ровными они не получаются. Ломтики то толще, то тоньше, иногда вообще обрываются и срезается все, поэтому на помощь приходит мужская смекалка. Попробую сделать приспособление для нарезки спиралью из обычной завинчивающейся крышки. Чтобы было удобнее работать, сразу закручиваю ее на банку. Делаю два отверстия дрелью. Одну в центре, а второй ближе к краю. Канцелярским ножом прорезаю расстояние между этими двумя отверстиями. С одной стороны расширяю надрез отверткой. Плоскогубцами выравниваю всю поверхность из заусенца, а также чуть-чуть подчищаю ножом. Но все готово, можно пробовать. Ну что ж, опробуем нашу спиралерезку. Конечно, я ее предварительно хорошо помыла. Крышку плотно закручиваю, чтобы у конструкции была хорошая жесткость. Конец шпажки вставляю в отверстие в середине крышки. На картофель слегка надавливаю и начинаю прокручивать. Тут вариантов несколько. Можно либо крутить банку, держа картофель на месте, либо проворачивать саму картофелину. Но в любом случае картошка будет нарезана в виде спирали, которая в итоге полностью окажется внутри банки. Поверх крышки останется лишь небольшой хвостик. Вынимаю нарезанную картошку из банки и раздвигаю спирали с картофеля по всей длине деревянной шпажки. Таким же образом подготавливаю спирали из нужного мне количества картофеля. Белок одного яйца смешиваю с солью при помощи вилки. Не взбиваю. По желанию, можно добавить специи. Паприку, сушеный лук, молотый кориандр. Я сегодня решила сделать просто соленую картошку. Для этого всю спирали с картофеля хорошо промазываю белковой смесью. Я обычно пользуюсь силиконовой кисточкой. Жареную картошку готовить буду в духовке. Духовку разогрела до 180 градусов и готовлю картошку там примерно 25 минут. Можно подержать картошку в духовке чуть дольше. Она будет более зажаристой, но при этом более сухой. Как вам такой оригинальный способ приготовления и подачи жареной картошки, причем без масла? Конечно, он не на каждый день, но дети будут в восторге однозначно. По вкусу это действительно жареная картошка, румяная и ароматная, внутри спирали чуть более мягкая. Соус из киноа, который я показала чуть ранее и к этой картошке замечательно подходит. Блюда из картофеля совсем не обязательно должны быть гарниром. Следующий рецепт еще одно тому подтверждение. Варю картофель традиционным способом, солю ближе к концу варки. Горячую картошку разминаю в пюре, добавляю специи, молотую куркуму, сушеный лук, чеснок и укроп и паприку, а также одно яйцо. Смешиваю все до однородности и гладкости. Делать буду люля из картофеля и чтобы они получились ровной формы, буду использовать пластиковую бутылку. У бутылки отрезаю дно и наполняю ее картофельным фаршем. Картошку уплотняю и утрамбовываю, чтобы не было воздуха. Сверху в горлышко вставляю деревянную шпажку и при помощи второй бутылки такого же размера начинаю выдавливать картофельный фарш. Ровненькая люля из картофеля оказывается на шпажке. Все люля выкладываю на противень с бумагой для выпечки и запекаю в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут. Готовые картофельные люля очень нежные, поэтому прежде чем формировать порции, даю им постоять две-три минуты отдохнуть после горячей духовки. Люля из картофеля очень хороши с томатным соусом, но также можно использовать сметану или натуральный йогурт. Молотая куркума придает этому блюду яркий и насыщенный цвет, а все остальные специи идеально дополняют и обогащают вкус картофельного пюре. А еще из картошки можно приготовить умопомрачительные котлеты, которые с легкостью можно подать и на праздничный стол. Для этого блюда горячий вареный картофель разминаю в пюре. Картофельному пюре даю немного остыть, чтобы впоследствии его можно было брать руками. В подостывшее пюре добавляю соль по необходимости, я просто картошку немного не досолила, а также черный молотый перец, натертый на мелкой терке сыр, измельченную зелень петрушки и очень мелко нарезанный красный сладкий перец. Хорошо перемешиваю, чтобы все ингредиенты равномерно распределились и картофельный фарш стал более пластичным. Делю картофельный фарш на равной части, руками сначала формирую шар, а из шара уже более плоскую круглую лепешку. Заготовки выкладываю на противень с бумагой для выпечки или ковриком для запекания. В каждой картофельной котлете при помощи небольшого стаканчика делаю углубление. Если вдруг появляются небольшие трещины, ничего страшного, картофельная масса очень эластичная и они легко закроются. В каждое углубление кладу кусочек моцареллы, у меня маленький шарик разорванный пополам и выливаю один желток. Запекаю картофельные котлеты в разогретой до 180 градусов духовке 12-15 минут. Готовым котлетам после горячей духовки даю отдохнуть минуты 3. Высыпаю зеленью, у меня сегодня зеленый лук. Ну а теперь можно пробовать. Нежнейшие картофельные котлеты с малюсенькими кусочками красного перца. Жидкий желток выступает в роли соуса. И тонкие ниточки моцареллы, которые тянутся за кусочком, который отрезали. Эти картофельные котлеты доставят не только эстетическое удовольствие, но и прекрасно насытят вас, являясь полноценным самостоятельным блюдом. Смотрите и другие мои видео, ссылка сейчас на экране. Надеюсь, мои идеи блюда с картофеля вам приглянулись.